Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. После проведения повторных испытаний автоматов ЕЭК, ЕКФ, ИТОН и ЧИНТ, выяснилось, что они также не отключились в течение часа при токе 1.45 от номинального. Причем в этот раз они были предварительно прогружены током 1.13 от номинала. В течение целого часа, как тому предполагает ГОСТ 50.345.2010. Я обратился к производителям за пояснениями, чтобы уже окончательно решить данную ситуацию и определить для себя причины такого поведения автоматов. В общем, ответили мне все представители производителей, кроме ЧИНТ. В данном видео я хочу поочередно разобрать каждый ответ производителей, а в завершении этого произвести повторные испытания данных автоматов. Итак, поехали! Вот у меня имеется официальный ответ от ЕЭК. Кстати, теперь они, по-моему, называются ЕЭК Групп. Ну, не суть важно. Честно скажу, что ЕЭК меня порадовал своим ответственным подходом и быстрой реакцией к данной ситуации. А теперь по порядку. В первую очередь они убедились у меня, что испытываемый автомат является новым, исправным. Данное требование взято из ГОСТ, из того же ГОСТ 50.345, пункта 9.1.1, в котором сказано, что в отсутствии других указаний каждому типовому испытанию или циклу подвергают чистые и новые автоматические выключатели. Поясняю, что прогружаемый автомат и не только ЕЭК, а все остальные, которые используются в эксперименте, которые участвуют в эксперименте, они являются абсолютно новыми и ранее в эксплуатации не были. Ну, вроде бы как бы стандартный такой пункт правил. Тем не менее, почему-то ЕЭК в личной переписке между представителем, почему-то они делают акцент на новизну автомата. Я считаю это не совсем правильным. Да какая разница, новый автомат, не новый автомат. У него есть время-токовая характеристика. И он должен соответствовать заявленной вот этой время-токовой характеристикой. Мы же не указываем, допустим, в том же госте или там в паспорте на любой автомат, что вот это время-токовая характеристика принадлежит только новому автомату. А вот другая характеристика является для автомата уже, который был в эксплуатации. У нас как для нового, так и для не совсем нового уже побывавшего в эксплуатации автомате принадлежит одинаковое время-токовая характеристика. Также, кстати, тут же хотел добавить, что у нас есть ПУЭ, у нас есть ПТП, и у нас есть РД, объемы и нормы испытаний электрооборудования. Так вот также везде сказано, что хоть в эксплуатации, хоть и при приемо-сдаточных испытаниях автомат должен соответствовать заявленным заводским характеристикам. А заводские характеристики, это и есть не что иное, как время-токовая характеристика. Безусловно, в ГОСТе имеются некоторые отклонения, некоторые погрешности в ту или иную сторону, ну, о которых, собственно, мы и поговорим дальше. Потому что второй пункт УЕК как раз сводится к поправочным коэффициентам и погрешностям при погрузке автоматов. При каждом испытании я всегда вам говорил, что испытания можно проводить при любой температуре окружающего воздуха, а в дальнейшем корректировать их к температуре 30 градусов, применяя соответствующие поправочные коэффициенты, предоставленные непосредственно производителям. УЕК в своих паспортах и руководствах по эксплуатации всегда предоставляет поправочные коэффициенты в виде графиков. Например, коэффициент КТ, это температурный коэффициент окружающего воздуха, и коэффициент КН, это коэффициент, учитывающий количество рядом установленных в ряду автоматов. Вот, например, тот же график КТ, да, смотрите. Как видите, настолько здесь все условно, особенно в пределах от 20 до 30 градусов, что можно смело применять, то то или иное значение без угрызения совести. Тем не менее, ЕК предложил следующее. Согласно ГОСТ 5345, пункт 861, отклонение испытательного тока от указанного в таблице 7 не должно превышать 1,2% на 1 градус изменения температуры калибровки. Свои испытания я проводил при температуре 24 градуса Цельсия и, соответственно, применил коэффициент 1,01, что соответствовало току 23,4 А. По факту, в процессе испытаний ток находился в пределах от 23,4 А до 23,8 А. Ну, вы это сами все видели в видеоролике. Даже если взять по значению 23,8 А, то отклонение от тока 23,2 А, как тому полагает ГОСТ, то есть 1,45 умножить на 16, это 23,2 А, то отклонение составляет 2,5%. А теперь посмотрим, что нам предлагает ЕК. Разница между температурой 24 градуса и между 30 градусами составляет, естественно, 6 градусов. А значит, отклонение может находиться в пределах, как я уже говорил, 1,2% на каждый градус. Соответственно, 1,2 умножаем на 6 и получаем значение 7,2%, то есть коэффициент 1,072. Если посчитать, то испытательный ток в таком случае может иметь значение 1,45 умножаем на 16 и умножаем на 1,72, то есть получаем 24,87 А. И причем это будет соответствовать требованиям указанного ГОСТа. Таким образом, отвечаю для производителя ЕК. Просто-напросто необходимо произвести повторные испытания, но уже при токе 24,87. Далее ЕК дает пояснение по влиянию температуры на работу теплового рассыпителя, ссылаясь опять-таки на тот же ГОСТ. Таким образом, после пребывания в холоде 35 градусов плюс-минус 2 ниже контрольной 30 градусов Цельсия ток условного рассыпления составляет уже не 1,45 от номинального, а 1,9 от номинального и что соответствует току 30,4 А. Конечно же, спасибо ЕКу за пояснение, я обязательно это учту, если буду прогружать автоматы при температуре близким к 0 градусам. Но к нашему эксперименту эта информация как бы не относится. Далее ЕК дает дополнительные пояснения по возможному увеличению тока условного рассыпления после испытаний на короткое замыкание. Это ГОСТ опять тот же 50,345 пункт 9,12,12 и так далее. Таким образом, после испытаний на короткое замыкание условный ток рассыпления автомата повышается с 16 на 1,45, то есть 23,2 до... Вот этот коэффициент вводится 1,1 и получается ток, составляет ток условного рассыпления не уже не 23,2, а 25,52. Я очень благодарен такому ответственному подходу, но до испытаний коротким замыканием дело у нас еще не дошло. Далее идут очень интересные утверждения про биметаллическую пластину теплового рассыпителя. Цитирую. Указанные выше условия испытаний теплового рассыпителя по ГОСТ являются следствием высокой чувствительности биметаллических пластин к предшествующим условиям хранения и эксплуатации. Биметаллическим конструкциям свойственен гистерезис, а также память, формы, что легло в основу многих современных разработок. При многочисленных воздействиях на выключатель токов короткого замыкания возможно возникновение необратимых деформаций биметаллической пластины. При этом происходит перестройка структуры кристаллической решетки за счет сдвига некоторых атомов и, соответственно, изменяется настройка срабатывания теплового рассыпителя. Здесь я ничего не могу пояснить, не согласиться, не оспорить, так как представленная информация лично для меня является совершенно новой. Если кто разбирается в тонкостях данного утверждения, то напишите, пожалуйста, в комментариях свои размышления. Ну и, конечно же, ЕГ не обошлись и без своих собственных испытаний. На протяжении нескольких дней ими были проведены испытания новых автоматов током 1.45 от номинального, причем из холодного их состояния, то есть без предварительной прогрузки током 1.13. Температура в помещении у них была 27-28 градусов, поправочный коэффициент у них не учитывался, причем испытания провели еще и на разных установках с высокой стабилизацией выходного тока и без стабилизации, как на моем RITON-21. В ходе эксперимента на аппарате UPTR-2MC был получен результат аналогично моему, то есть время срабатывания автомата составило 1 час 14 минут, то есть 4440 секунд. Только вот ток прогрузки был несколько меньше, то есть 21.6-22 А, и не достигал значения 23.2 А. Поэтому данный замер, вот первый, в принципе, можно считать непоказательным. А вот на испытательном стенде со стабилизацией тока и высокой точностью настройки все образцы отключились менее чем за 15 минут, то есть 900 секунд был предел. Вот видите, 840, 720, 900, 354, 700, 400, 370, 340, 510. Ну, вы видите, да, значения какие. Представители ЕГ аргументируют это следующим образом. В схеме испытательного оборудования со стабилизацией напряжения из-за роста из-за роста сопротивления металлических проводников вследствие их нагрева приходится вручную корректировать ток. Это действительно так. К примеру, для меди рост температуры проводника с 24 до 65 градусов приведет к росту сопротивления на 16%. Колебания амплитуды тока могут сказаться на реакции биметаллической пластину в силу инерционности молекулярных процессов, то есть память биметалла. Безусловно, что испытательный стенд с высокой стабилизацией выходного тока дает более точные показатели в плане проверки тепловых рассыпителей автоматов, но не думал, если честно, что до такой степени. К сожалению, RITOM21 не обладает такой функцией и ток мне приходится действительно подстраивать в процессе прогрузки. Зато такой, так сказать, плавающий нестабильный ток дает больше приближений к реальным условиям эксплуатации автоматов и с этим нельзя не согласиться. И отдельное спасибо хотел бы передать Душкину, руководителю службы качества ИЭК, за предоставленный подробный и исчерпывающий ответ. Еще раз прошу прощения, что видео получается такое более теоретическое, но поверьте мне, это очень необходимая информация, чтобы прояснить всю ситуацию раз и навсегда. Поэтому сейчас мы тут пробежимся в очередной раз по пунктам, по правилам, по требованиям ГОСТа, то есть, а в конце я, естественно, что прогружу автоматы с учетом всей предоставленной информации от производителей. Итак, поехали, на очереди у нас ЕКФ. В общем, ответ от ЕКФ тоже не заставил себя долго ждать. Инженер технической поддержки ЕКФ Синицкий Андрей посчитал результаты проведенных мной испытаний некорректными, поскольку они были произведены с нарушением сразу же трех условий ГОСТа 5345. Согласно ГОСТ 5345 пункт 9.2 автомат при испытаниях должен быть установлен вертикально. У меня же при прогрузке все прогружаемые автоматы установлены горизонтально. В принципе, про положение автоматов ЕКФ с одной стороны прав. Но ведь согласно руководству по эксплуатации автоматов, автоматы можно применять хоть в вертикальном положении, хоть в горизонтальном. Тем более, если вы знакомы с устройством автомата, то его положение не должно влиять на интенсивность нагрева биметаллической пластины теплового рассыпителя. Да, кстати, ЕКФ про положение автоматов на удивление вообще ничего не ответил. Я даже скажу больше, что до 2015 года вручная настройка и проверка тепловых рассыпителей у них осуществлялась именно в горизонтальном положении, то есть лежа. А значит, это лишь опять-таки подтверждает факт того, что пространственное положение на работу теплового рассыпителя не влияет. Далее, акцент был уделен соединительным проводникам. Специалисту ЕКФ показалось, что при прогрузке я использовал алюминиевый провод, а не медный, как того требует ГОСТ. Пункт опять же тот же 9.2. Соединение выполняют одножильными медными кабелями с поливинилхлоридной изоляцией согласно и так далее. Спешу уточнить, что при испытании мной применялись исключительно медные соединительные проводники с луженными наконечниками. Видимо, луженые наконечники ввели в заблуждение специалистов ЕКФ. Третье несоответствие заключалось в длине соединительных проводников. Согласно ГОСТа того же и того же пункта 9.2 минимальная длина каждого проводника должна быть не менее 1 метра для сечения до 10 квадратов миллиметров и не менее 2 метров для сечения свыше 10 квадратов миллиметров. Вот в этом пункте ЕКФ были совсем рядом. Но почему-то акцентировали свое внимание лишь на длине проводников, а не на их сечении. Это была небольшая подсказка сейчас вам. Тем более, что длина применяемых мной соединительных проводников соответствует данному требованию ГОСТ. У меня длина проводников по-моему составляет 3 метра и более даже по-моему. У ИТОМ подход был не менее серьезный чем УЕК, что не могло не радовать. Возможно, что совместными усилиями мы докопаемся наконец-то до истины. Мой вопрос, в том числе и видео, сразу же был переадресован специалистам в Австрию, после чего я получил следующий ответ. Общение я вел с инженером технической поддержки продукта компании ИТОН в России Леонидом Жуковым. Основную причину такого результата ИТОН видит в выборе сечения и длины проводника, к которым подключались автоматические выключатели. А ведь ЕКФ был близок, но, как я уже говорил, акцент сделал только на длине проводника, а не на их сечении. Согласно ГОСТа 50-345 того же ГОСТа пункт 9.2 в таблице 9 указаны поперечные сечения соединительных медных проводников в соответствии с номинальным током прогружаемого автомата. То есть вот вот и вот у нас автоматы 16 ампер вот наш диапазон. Как видите для прогрузки автоматов с номинальным током 16 ампер должны применяться медные проводники сечением 2,5 квадратных миллиметров соответственно длиной не менее одного метра. У меня же по факту применялись медные проводники гораздо большего сечения и длиной около 3 метров. Длина вполне у меня соответствует а вот сечения к сожалению нет. Далее Итам дает подробные пояснения сказанному. В данном случае для подключения использовались медные проводники большего сечения. Они по сути стали охладителями для внутренности автоматического выключателя. То есть стали отводить тепло от внутренних узлов в связи с хорошей температурной проводимостью меди и ее большим сечением чем положено. Они также были длинными то есть поверхность охлаждения была достаточно большой. В автоматах Итан все токопроводящие узлы выполнены из меди а узел биметаллической пластины находится рядом с клеммами. Поэтому тепло от узла биметаллической пластины видимо легко распространилось на сам непосредственно проводник. В случае использования проводников меньшего сечения они не смогли бы отвести такое количество тепла от внутреннего узла автомата и биметаллической пластины соответственно. Что привело бы к нагреву биметаллической пластины то есть она бы нагрелась больше и привело бы соответственно к срабатыванию автомата. В некоторых устройствах клеммы не являются медными поэтому хуже передают тепло наружу но при этом сами перегреваются из-за более высокого сопротивления что дополнительно влияет на нагрев биметаллической пластины также различается расстояние от клемм до металлической пластины что опять-таки увеличивает путь теплопередачи и ухудшает ее в общем в связи со сказанным Итан предлагает провести повторное тестирование автоматов то есть всех представленных видеоролики четырех автоматов данное предложение мне вполне нравится согласитесь что скорее всего все же имеется некоторая вероятность отвода тепла от биметаллической пластины через проводники большего сечения к тому же ЭК при прогрузке тоже применяли провода 2,5 квадратных миллиметров в связи с этим в первую очередь я все же решил проверить теорию отвода тепла и вновь прогрузить автоматы таким же током как и в прошлом эксперименте но только уже не своими толстыми так сказать проводами а как положено проводом 2,5 квадратных миллиметра а если уже и сейчас автоматы не отключатся то в дальнейшем буду проверять уже теорию ЭК и прогружать автоматы током 24,87 ампера то есть с учетом погрешности 1,2% на 1 градус изменения температуры при прогрузке я показал вам подробные ответы присланные мне от производителей всех производителей которые откликнулись на мои просьбы на мои вопросы на мои письма я еще раз всех благодарю за содействие за сотрудничество и поиск истины в прогрузке автоматов ну а теперь присаживайтесь поудобнее эксперимент начинается чтобы все было достоверно в прошлый раз я испытания проводил при температуре 24 градуса и в принципе здесь тоже самое 24,5 чуть-чуть не доходит до 25 соответственно ток я ставил неизменный 23,4 23,5 ну вот там будет варьироваться ну что эксперимент начался первый у нас автомат ЕГ 47,29 соединительные провода выполнены из меди одножильный провод сечения 2,5 квадратных миллиметра длину соединительных проводов я взял около полутора метров то есть там по ГОСТу не менее одного метра при сечении до 10 квадратов ну соответственно я взял полтора так ну вот 23,4 ампера и уже прошло 50 секунд ну в общем будем ждать испытания я буду проводить током 1,45 вот номинального то есть током условного рассыпления без предварительной прогрузки током 1,13 то есть сразу же по аналогии как это делали представители лаборатории ЕГ в общем что прошло 3,600 секунд ток составляет 23,4 ампера все ровненько автомат у нас так и не отключился даже при условии что у нас используются провода как требует того ГОСТ сечением 2,5 квадрата в общем автомат у нас нагрелся до температуры 84 градуса вот тогда предлагаю пойти по второму варианту это увеличить ток до 24,87 ну так уж не будем прям ровно делать день 24,9 выставим 25 ампер и посмотрим ну так 25 ампер выставим то есть ну 3800 пусть отчет идет с 3800 смотрим только-только вот стал выключать фотоаппарат и буквально вот через смотрите прошла всего минута и автомат у нас отключился то есть 24,86 даже чуть меньше в общем что с автоматом ЕК у нас подтвердилась теория того что нужно было увеличить ток прогрузки до 24,87 ампера вот даже почти тут тютелька в тютельку это получилось ну давайте посмотрим что у нас будет происходить с автоматом ЕК ой с автоматом ЕК следующий у нас претендент автомат ЕК у нас отключился ток 23,5 время 563 секунды вот так вот давайте температуру нагрева у него еще посмотрим примерно до 63 градусов интересная уже получается история давайте идем дальше следующий у нас Итан который как раз таки говорили про отвод тепла при подключении более тонких проводов смотрим прогруз оп только хотел сказать что прошло 1000 секунд и автомат отключился 23,7 ток 1161 секунда давайте сразу посмотрим тогда температуру пока он еще тепленький температура у нас 76 градусов у Итана а с этой стороны 71 градус отлично ну и остался у нас четвертый претендент это Чинт ток 23,4 время пошло вот наш Итан тепленький в общем что можно сказать что теория специалистов Итан для конкретного этого автомата подтвердилась и действительно провода большего сечения соединительные проводники большего сечения отводят тепло от биометаллической пластины автомата и тем самым не дают ей сработать в заложенном заявленном диапазоне потоку ток 23,6 ампер время 440 секунд автомат Чинт у нас отключился замечательно так давайте температуру у него померяем ну сколько максимально 76 градусов где-то в этом месте ну в общем что на этом я заканчиваю испытания автоматов током 1,45 от номинального к сожалению вот такие получились длинные баталии то есть аж целых 3 видеоролика вышло по этому виду испытаний этому виду прогрузки тем не менее нам нужно было все же окончательно решить для себя соответствуют ли наши автоматы данному ГОСТу в итоге я разобрал ответы трех производителей это ЕК ЕКФ и ИТАН и в конце концов мы пришли к общему результату к общему заключению все вот эти четыре автомата которые не прошли испытания в первом и втором эксперименте все-таки соответствуют требованиям ГОСТ 50345 и успешно продолжают участвовать в дальнейших испытаниях и экспериментах вот результирующая таблица по времени срабатывания по току и времени срабатывания автоматических выключателей вот по таблице уже сами смотрите которые автоматы отключаются при одном и том же токе отключаются более раньше то есть срабатывают более раньше другие автоматы срабатывают чуть позже но тем не менее вот такой разброс есть ну а в следующем ролике я уже продолжу испытывать наш ряд автоматов током 255 от номинального 5-кратным током от номинального 10-кратным током от номинального и перейдем наконец-то к долгожданным краш-тестом при токах около 1000 А. В общем, на этом я завершаю данное видео. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Здесь еще много будет различных интересных роликов, испытаний, экспериментов, различных тестов. А с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!